Привет, друзья! Я с Наташей Кузьминой, которая закончила книжку свою, она сейчас в Белоруссии, она сидит у меня в телефоне, если можно так выразиться. Я очень рад, да, я очень рад, потому что там последняя глава как раз-таки заканчивается тем... Ну, это ты сейчас не будешь говорить, да? Ну, держи секреты, держи секреты. Это я вас интригую, друзья, это я вас интригую. Я тоже не очень знаю, что в конце... Просто у меня Наташа сказала, там очень-очень сильный какой-то момент есть. А я вот сейчас с Наташей обсуждал, какой нам вебинар сделать ближайший, через неделю. Потому что она же будет эту тиль... Ты тильду будешь делать, да, или как это называется? Да. Да, вот название придумаем, те темы какую. Вы тоже пишите там, подсказывайте, комменты пишите, потому что мое предложение такое. Я делал какой-то ролик недавно, в котором я говорил, человек достигает какие-то цели. Иногда у него бывает такое, что он не может решить те вопросы. И вдруг он задумался над тем, что он же сам инструмент достижения этой цели. Помните этот ролик? Кто не помнит, можете посмотреть там в Ютубе у меня. Совсем недавно. И начинает над этим работать. Над тем, чтобы достичь какой-то цели, которую он имеет. Начинает копаться в себе и находит, например. Ну вот я, например, в свое время не мог дослушивать человека до конца. Потом я научился дослушивать. И слава Богу, стал дослушивать. Оказывается, он совсем с другой стороны. Открылся мне. Ну много таких разных моментов, которые человек хочет себе или исправить, или улучшить, покопавшись в себе. И вот может сделать такой вебинар, Наташа, как ключ к работе над собой. Или как улучшить свои качества. Или как, ну как ты считаешь, как лучше? Ну давайте советы, друзья. Это же, так сказать, урок коллективного разума. Да. Я же репетирую с вами вместе, потому что мы скоро будем мозговой штурм делать. Потому что уже всем надоела эта жизнь, которая у нас сейчас происходит. Не только у нас, а еще и во всем мире, к тому же. Все падает, рушится. Все в неопределенности, в точке бифуркации. А у нас школа человек будущего. И мы как раз работаем над тем. Повторюсь еще раз. И науку человечности создаем совместно. Мне пишут там комменты, и вы пишите. Мы уже определили там основной ряд понятий. Я их выстраивал в одну строчку, но они как единое качество у человека. Это творчество, созидательность. Там мои афоризмы. Кто не созидает, тот разрушает. Это и мы и видим, что происходит. Шанами управляют люди, которые ничего не создают. А только управляют ради чего-то. И поэтому происходит разруха. И в мире, и во всех головах, так сказать. В неопределенности, в неизвестности. Наша школа человек будущего. Мы как раз создаем этот образ будущего, лучшего будущего, чтобы преодолеть все эти безобразия. Потому что стержень, который помогает человеку преодолеть все безобразия, это оказывается человечность. Да, 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 да. Наташа, что-то я разговаривался. А я смотрю на себя на камеру, улыбаюсь. Такой хорошенький, такой молоденький. Да, такой молоденький, такой, седенький такой, старичочек такой. Там Бабайлова, знаешь, что наша Надежда написала? Зайцы. А я ей написал, где зайцы? Она написала, хасайцы, зайцы. Я говорю, я не дедушка Мазай, понимаешь? Что ты из меня делаешь? Но она уважаемый человек, почетный участник нашей школы. Вот, и поэтому ее вход в райскую группу у нас, как говорится, зарезервирован. Да, у меня там есть ролик, где я объясняю, кто может туда попасть. Все должны ко мне позвонить на переговоры сначала. Потому что там уже посыпались желающие. Пока не приняты. Поговорят со мной несколько минут конкретно. Я выясню, действительно им это нужно или нет. Потому что это дело выбора. У нас же все бесплатно есть. И на ликбезах. Каждый человек может в Zoom выходить, задавать вопросы, получать полнокровные ответы. И вебинары. И вот этот вебинар сейчас нам надо определить. Давайте, друзья, определяйте. Потому что Наташа мне сейчас только сказала, на все темы у нас были вебинары. А вот, мне кажется, вот эта тема. Как проникнуть в себя, понять, почему у тебя что-то не получается, что ты хочешь. И что в себе надо поправить для того, чтобы получалось. Ну как, Наташа, ты на это смотришь? Ну, нормально. Нормально, ну, конечно, нормально, нормально. Ну, ладно, друзья. Подумаем еще. Дело в том, что через неделю уже вебинар. От вас зависит, чего вы хотите. А, пусть наши участники пишут свои предложения, о чем они хотели бы. Да, конечно. И на картину посмотрите. Ну, последний штрих. Последний штрих я уже сделал. Остался уже даже не последний штрих. Один только вопрос. Я сейчас Наташе показал, как картина. Она говорит, ну, очень хорошая. Я говорю, а руки как? Потому что мне там пишут в комментах, что руки какие-то не такие. А другой коммент был такой, что как раз-таки они слились клавишами в потоке. Не трогайте. А то испортить легко, потом восстановить сложно. Спасибо вам за советы. Это коллективный разум, да. Вместе создаем. Ну, теперь вот я Наташу спросил, а руки-то как? Она говорит, зависит от того, что ты хотел. Я говорю, я хотел как раз-таки именно так, как мне подсказали, что в потоке, что там прямо слились клавиши. Она говорит, ну, раз ты так хотел, значит так и надо. Я говорю, ну, человек, который будет смотреть картину в первый раз в жизни и не знает вовсе, чего я хотел. Как он этого видит? Мне же надо, чтобы шедевр был. Так что пишите и по этому поводу тоже, друзья. Итак, я вас озадачил. Теперь у вас есть проблема. Слава Богу, хотя бы эта проблема, а все другие пускай вы тут. Эту проблему вы решаете. Вы же творцы, давайте эту проблему. Потому что я хочу сделать потрясающий вебинар, который будет с новыми приемами, который будет такой восхитительно полезный. Очень полезный, чтобы был. И для этого мне нужно, чего вы хотите. Да, друзья? Через неделю у нас вебинар. Пишите, я все проанализирую. Приму решение. И мы это сделаем. До встречи. Спасибо, Наташ. Субтитры сделал DimaTorzok